Мой одноклассник Данил раньше жил в общежитии, и он жил в комнате вместе со своей семьей площадью 12 квадратных метров. Но когда его родители купили квартиру, то комната его стала целых 40 квадратных метров. Представляете, как много? Во сколько раз его комната стала больше? Раньше они жили в 12 квадратных метрах, вчетвером всей семьей, а теперь это его комната целых 40 квадратных метров. Вот, но когда я пришел к нему в гости, вот, я у него увидел, ну, такие вот трубы разные, канализационные. Вот, такие вот и такие, они как-то вот так вот соединяются. Ну, в общем, когда он жил в общежитии, он делал уроки на подоконнике, а когда они переехали, то подоконник они же не стали с собой перевозить. Там был новый подоконник. Ну, и, в общем, в коридоре лежали вот такие вот трубы. Они как-то вот соединяются. Вот так вот, как-то и вот так вот еще. Вот, и, в общем, здесь вот. Ого, это для чего? Для толстых и худых акашек? Ну, не знаю. Итак, ну, в общем, и я придумал вот что. Сейчас я одену вот свой, ну, свой нарукавник и свои перчатки, в которых я обычно делаю все свои подделки. Вот. И покажу вам, как это... Да нет, я не буду вам показывать, я не буду их пока что одевать. Сейчас я их... Сейчас я их вот сюда вот, ну, как недалеко отложу. Вот. Там лежали вот такие вот трубы. Ну, это мы тоже можем брать, нам это не понадобится. Там лежали вот такие вот трубы. И я вот, ну, как бы, там... Они были же не такие ровные. Они были немного искривленные. Они были длинные-длинные, большие. Вот где-то метр, может быть, ну, 50 сантиметров точно было. Вот. Значит, ну, их надо было обрезать. А как же их обрезать? Чтобы было очень ровно. Ну, чтобы, вот, например, взять пилку и точно, ну, пилу и точно распилить, это нужно, ну, чтобы у тебя был хороший глазомер. Ну, это почти невозможно. Ну, можно воспользоваться таким простым способом. Взять лист бумаги и обмотать. Вот, смотрите. Видите? Ну, вот так вот. Видите? Немного неровно. Надо все это сдвинуть, чтобы было ровно. Вот ровно. Теперь берем мы карандаш. Где наш карандаш? И мы обводим по бумаге. И, как бы, здесь вот у нас появляется линия, ну, по которой мы можем спокойно пилить. Но лучше пилить не пилой, а лучше пилить вот такой вот пилой, ну, с мелкими зубчиками. И вот мы пилим. Ну, и то же самое мы можем сделать с другой стороны и распилить. Вот у нас получилось, ну, как бы, сделано так вот такая вот, ну, допустим, вот такая вот штука. Теперь, что мы делаем дальше? Вот. Мы берем и... Ну, как? Ну, можно вообще, чтобы сделать вот эту вот штуку, можно воспользоваться еще рулеткой. Но это будет очень неудобно вот так вот обложить, но неудобно будет. Вот. Итак, наша, в общем, вот эта вот штука, кусок пластика, он у нас... Сейчас переверну, чтобы вам было удобно, ну, как бы, было хорошо видно. Она у нас, вот, 22 сантиметра. Вот, смотрите. Итак, мы это 22 сантиметра. Мы берем вот так вот, переворачиваем одну из этих сторон. Вот. Вот. И, ну, как? Взялся вот такой вот круг. Ну, не круг, но, как бы, почти что круг. Ну, только без вот этой вот штуки. Потом я взял... Это мы можем уже убрать. Это я взял вот так вот, растянул хорошенько. И взял обычный компакт-диск. Ну, или DVD-диск. И его я воткнул сюда. Но обязательно, ну, если у вас вот такой дома есть, обязательно, прежде чем им воспользоваться, спросите у родителей. Вдруг там какие-нибудь важные файлы или документы, или, например, какой-нибудь фотоальбом. Ну, а если он уж не нужен совсем, то вот, что мы с ним делаем. Можно сделать, чтобы он был с зеркальной стороной. А можно сделать, чтобы он был, ну, вот, другой стороной. Но мы сделаем вот этой черной стороной. И так, мы берем, растягиваем. И вот сюда вот вставляем наш диск. Хоп, и вставили. Вот. Но его надо не вставлять. Вот, смотрите, чтобы он был вот на таком вот расстоянии. Нужно его поставить ближе к краю. Вот. Ну, не совсем к краям, чтобы он прям вылетал. А нужно его поставить, ну, как бы, вот, чтобы было небольшое такое расстояние. То же самое мы делаем с другой стороны. Вот. И у нас, можно сказать, получилась такая вот неваляшка. Вот. Туда можно, например, положить какой-нибудь карандаш. Ммм, классный, кстати, звук. Можно туда еще чего-нибудь накидать. Например, плоскогубцев, там всяких ножниц. Ой, так вылетел. Так, надо хорошенько ее вставить. Вот. Всяких... Ну, отвертку можно положить. Вот. Это будет, как бы, полочка такая. Или, ну, скажем так, такая штука, куда, вот, например, можно Данилу складывать свои карандаши. И они будут здесь лежать. Он делает уроки. Бац, ему что-то понадобилось. Он взял карандашик. И она очень удобная. Вот. Или, например, если папа, то он может вкладывать туда свои инструменты. Но можно ее сделать побольше и положить туда, например, какую-нибудь пилу. Ну, большие инструменты. Вот. Но можно сделать из нее настоящую полку для книг. Ну, практически настоящую полку для книг. Мы берем отвертку и, как бы, протыкаем. Ну, не протыкаем, а больше делаем там дырку. Но можно использовать вот таким вот инструментом и сделать дырку. Вот. Ну, я заранее сделал дырки. Их надо сделать всего лишь две. Вот. И мы берем сейчас проволоку. Вот. Берем ее где-то вот такой вот длины. Так. Вот так вот. И так. В общем, мы берем в эти дырочки и вставляем эту проволоку. С этой стороны, ну, мы ее можем, например, вот так вот закрепить или как-нибудь, не знаю, завязать. Вот. И то же самое мы делаем с другой стороны. Вот. Вот. И, в общем, у нас получилась вот такая вот полочка. Ее можно повесить. Можно взять, Данилу прибить в стене гвоздик и прибить эту, ну, как бы, повесить эту полочку. Вот смотрите. Вот. Вот сейчас. И вот она вот такая вот получилась. И, например, это может быть, ну, например, в ванной комнате. Туда можно ложить зубные щетки, пасту можно ложить. Например, что еще? Бритву можно ложить. И еще всякие там шампуни и разные всякие штуки. Ну, размера примерно вот как эта наша полочка. Еще ее можно использовать как кроватку для кукол. Ну, это я конкретно к девочкам обращаюсь. Если вы вдруг хотите сделать кроватку для кукол, то это очень хорошее приспособление. Наложили, ну, туда, например, всякой ваты, положили куклу и, ну, конечно, вот эта проволока будет мешать, но ее нужно убрать. И будет вот такая вот кроватка вот для вашей куклы. И она будет там спать. Вот такое вот очень хорошее приспособление. Вот такая вот полочка. Данил, пользуйся. И вы все, кто это смотрит, тоже попробуйте это сделать. У вас получится и будет очень круто.